Привет, ребята, добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прелла, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новом запуске от Huda Beauty и ее тинти для лица, который обещает нам такой, знаете, супер натуральный эффект, как второй кожи. Также, помимо этого, Huda вышла с бронзером, о котором мы также сегодня поговорим, и также она вышла с двумя кистями, как раз-таки для бронзера и для ее тинта. В общем, из того, что я вам сказала, я купила три продукта, а именно я приобрела бронзер в оттенке light, мне он понравился с первого взгляда, как я увидела промо-фотографии. Далее я взяла тинт, тинт я взяла в оттенке light, я изначально очень долго думала, какой оттенок я хочу взять, light, fair, потому что, посмотрев сегодня один отзыв, я поняла, ну, вернее, девушка сказала, что вообще оттенок light, он может немножко оранжевить, а вот fair, прям то, что нужно, причем оно у нее был прям такой же почти цветотип, как и у меня, и когда я пришла в Сифору, я была уверена, что я куплю сегодня все эти продукты там, но когда я зашла в Сифору, мне менеджер говорит, что, ну, нет, у нас этого всего нет, извините, вам нужно заказывать все это онлайн, и потом прийти на следующий день забрать. И я говорю, так, 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 постойте, на сайте сказано, что у вас это имеется в наличии в магазине, и в итоге он решил, слава богу, спросить у девушки, которая работает в Сифоре, она говорит, да, конечно, это у нас прямо здесь на входе, только они еще не успели все это положить красиво на стенд, где продается худо-бьюти, я такая, слава богу, слава богу, мне удастся все это сегодня взять, сделать быстренько обзор, а не возвращаться в торговый центр, в Сифору два раза подряд, поэтому я была рада, что я взяла всю эту коллекцию, о которой мы сегодня с вами и поговорим, я расскажу вам о том, какие мысли были у Худу при создании этой коллекции косметики для летнего макияжа, что стоит за брендом Glowish, и вообще, какие интересные ингредиенты она решила положить на этот раз в ее тинт и в ее бронзер, ну, и, конечно, про кисть мы тоже поговорим, я, кстати, взяла одну кисть, совсем забыла рассказать об этом, в общем, я взяла кисть непосредственно для тинта, потому как я подумала, что кисти для бронзеров у меня много, и, ну, что может быть такого необычного в кисти для бронзера, а вот кисть для тинта все-таки это что-то, что я буду использовать, ну, каждый день, вот, и поэтому, да, я взяла всего лишь одну кисть, а не две, которые у нее вышли в коллекцию, ну, что, давайте перейдем теперь к основной информации и поговорим непосредственно о самой коллекции, оставайтесь со мной, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, ну, мы начинаем, поехали! Так, скажу сразу, я сегодня без макияжа начинаю свое видео, просто потому, что я хотела, знаете, сделать такое сырое видео, показать вам, ну, вот, как моя кожа смотрится до, как она смотрится после, иногда хочется что-то поменять в том, как ты делаешь видео, поэтому я надеюсь, что вы не против, если я без макияжа в начале видео. Итак, первое, что я взяла, естественно, сам тинт, он в тюбике идет, эта упаковка очень многим напомнила упаковку Colourpop и их Pretty Fresh тинт, в общем, это первое, что я хочу сказать, что упаковка не чувствуется какой-то супер дорогой, то есть это стоит 33 доллара, подождите, это стоит 37 долларов, сейчас смотрю на чеки, и 37 долларов, мне кажется, это не прям такая, знаете, самая дорого выглядящая упаковка, я не могу так сказать, пишите, как вам вообще упаковка, нравится она вам или нет. Кстати, еще один очень классный момент, это то, что 30% упаковки этого средства может быть переработано, я хочу похвалить дизайнеров, на самом деле, хоть эта упаковка и перерабатываемая, я не могу сказать, что дизайн, он, не знаю, ужасно выглядящий, как, например, дизайн у палеток KVD Beauty, поэтому это круто. Далее, в этом тинте имеются два очень интересных экстракта, а именно экстракт дамасской розы, который позволяет удержать влагу вашей кожи, но экстракт красного перца способен защитить нашу кожу от излучения от наших телефонов и также компьютеров. И Huda Beauty описывает этот тинт как сияющий, насыщенный влагой тинт для кожи, который мгновенно осветляет цвет лица и размывает поры или блюрит их, создавая мягкое сияющее покрытие. Идеально подходит для идеального макияжа без макияжа, но Makeup Days, еще в этом тинте содержатся светоотражающие жемчужины и пигменты, которые без особых усилий подчеркивают вашу естественную красоту и буквально изменят игру сияния на вашей коже. И, кстати, мне очень интересно, как этот тинт будет себя вести на комбинированной коже в течение всего дня. По поводу того, где сделан этот тинт, он сделан в Италии и срок годности у него составляет 12 месяцев. Далее, давайте перейдем к бронзеру. Вот бронзер я не смогла вот пройти мимо него, потому что это все так красиво смотрелось на промо-фото. Изначально я почему-то думала, что это кремовый бронзер, но нет, это запеченная формула бронзера. Я взяла оттенок Light, и когда я свочила его, я была немножко удивлена, потому что когда я свочила его в магазине, я не видела, что он такой светлый, но однако он невероятно светлый-светлый, ну то есть он прям для белоснежек, как мне кажется. И мне очень хочется верить, что он подойдет мне, и его будет видно. Это не бронзер-бронзер, это скорее бронзирующая пудра, его даже не видно на моей руке, когда я его свочу. В общем, да, надеюсь, что он подойдет нам так же. И этот бронзер можно приобрести в пяти оттенках. И насчет этого бронзера у Худы тоже много обещаний. Во-первых, это то, что в этом бронзере большое количество, я говорю вот прям большое количество разных классных ингредиентов для кожи. Первое, это растительный сквалин, что невероятно хорошо для кожи. Далее мы видим витамин Е, масло ши, экстракт самого красного перца опять же, и также экстракт дамасской розы. Нам обещается, что стойкость у этого бронзера до 12 часов, он даст нам такой софт-фокус эффект, немножко заблюдит несовершенство кожи. И Худы обещает нам, что он очень легкий, что мы даже не почувствуем, что у нас какой-то есть бронзер на нашем лице. То есть это даст нам такой эффект второй кожи, то же самое, кстати, с этим синтом. Чувствую, сегодня макияж у нас будет очень и очень естественным. Самая главная цена этого бронзера составляет 31 доллар, и он сделан также в Италии. Мы получаем 8 грамм продукта, что, мне кажется, его хватит на очень-очень долго. Упаковка этого бронзера также может быть переработана, и мне это нравится тоже. Надо сказать, что упаковка, она... Я не могу понять, чувствую ли я, что она какая-то дешевая или нет. Когда вы просто вблизи посмотрите, вы скажете про себя, это продукт от Essence. Есть какое-то такое чувство, что немножко дешевизной отдает. Дизайн классный этого продукта, это без вопросов. Он, как мне кажется, поместится в любое, не знаю, в любое место хранения, где вы храните вашу косметику. Блин, я не знаю, дайте не знать, ребят, вот вы как больше за продукты, которые можно переработать. И это нормально, вам не важен дизайн, вы заплатите даже большие деньги за продукт, который не будет выглядеть очень дорого. Ничего страшного в этом нет. Или вы все-таки тот человек, которому важен дизайн, и вы хотите покупать что-то дорогое, и при этом видеть также дизайн. И не важно переработка, не переработка. И самое последнее, что я приобрела, это кисть для нашего тинта. Она стоила так же, как и бронзер, 31 доллар. И она идет с вот такой маленькой сумочкой, в которую вы можете положить эту кисть и, допустим, взять ее в путешествие. И кисть, на самом деле, она, ну, не знаю, вот как кисть, знаете, от Real Techniques. Но она мягкая, да, и она 100% синтетическая. Ничего такого необычного в ней нет. Мне показалось, что единственная форма ее, она уникальная. Идеально будет наносить ей тинт. И, кстати, кисть, это, естественно, тоже перерабатываемая. 30%, если я не ошибаюсь, может быть переработана от этого продукта. И это здорово. Не могу сказать, что кисть чувствуется какой-то дешевой. Я бы сказала, что она чувствуется очень даже хорошо сделанной. И, в общем, это то, с чем мы сегодня работаем. Да, то есть у нас есть тинт, у нас есть бронзер. У нас будет очень легкий и естественный макияж. Но теперь давайте перейдем к тестированию этих горячих новинок. Сегодня у меня, кстати, сейчас на лице мой уход, естественно. И я нанесла только крем от Fenty Beauty, ее Hydra Racer. Классная основа очень для того, чтобы наносить какие-нибудь такие тинты, легкие текстуры. Праймер, в принципе, не нужен с такими текстурами, потому что это не тон все-таки. Это что-то очень легкое. Мы готовы. Итак, пробуем нашу кисть. Как она вообще будет работать? Да, кстати, она очень умно сделана. В том плане, что только так она скользит по лицу. Очень легко распределять этот тинт. Окей, когда я пришла опять же в Sephora и мне помогли выбрать оттенок, спросили меня, вы загораете вообще? Я говорю, да, иногда да. Они говорят, тогда возьмите именно оттенок 03 Light, потому что если вы будете загорать, то это будет ваш идеальный оттенок. То есть это как летний продукт, летний тинт, правильно же? И я подумала, ну хорошо, и вот как раз таки сейчас, надеюсь, вы видите, но виден этот такой как золотистый потон у этого тинта. И да, он очень легкий. И сразу виден этот блеск, сияние кожи, естественное. Очень заметно. Немножко оранжевит меня. Этого я боялась. Я не думаю, что нам нужно очень много наносить продукта. И когда нанесла его в магазине, я увидела, что он никак не скрыл мои воспаления, что немножко печально. У этого тинта есть такой, знаете, приятный аромат, я так понимаю, розы дамасской, всяких вот этих полезных ингредиентов. То есть здесь нет никаких искусственных ароматизаторов, но есть аромат розы. И я не большой любитель розы, но это не какой-то аромат, который раздражает, вам не хочется его нюхать. Поэтому это круто. Очень-очень легкое покрытие. Ничего не скрывается. Мне нравится, кстати, оттенок. Будет дополнять мой цветотип летом, потому что, да, если я загорю, то это будет что-то, что я буду носить, потому что почти все мои тональные основы, они в таком более светлом оттенке. Мне кажется или есть ощущение, что я как будто бы нанесла автозагар. То есть настолько кожа выглядит, как будто более загорелой. Очень интересно. Все очень легко распределилось. Даже, мне кажется, можно и обычным спонжем это все сделать. Просто я смотрела там пару отзывов, и все использовали какие-то кисти. У меня нет какой-то такой кисти, кроме этой такой плотной кисти, для более легких текстур. Поэтому, мне кажется, эта кисть, она сделала свое дело, и очень все классно смотрится. У меня здесь есть небольшие воспаления. Я не знаю, видите вы или нет, но как они есть, так они и никуда не ушли. Естественно, потому что это очень легкое покрытие. Знаете, мне кажется, кисть эта будет очень классной кистью для нанесения кремовых румян. Прямо так чик-чик-чик, и все. То есть не только она для тинта хороша. В принципе, это то, как мы выглядим после двух с половиной слоев нанесения этого тинта. Возможно, можно нанести всего лишь один, потому что я не думаю, что его можно достроить до какого-то плотного. Это все-таки легкая текстура, опять же. Если бы я писала финиш этого тинта, я бы сказала так, что это тинт с очень большим количеством сияющего пигмента в нем. И я помню, что, где-то я читала, по-моему, на сайте Худы, что его можно использовать не только как тинт, но еще и в качестве точечного хайлайтера. То есть его можно либо смешать с вашей тональной основой, либо нанести отдельно, либо нанести на какие-то точки, где вы хотите, чтобы ваша кожа сияла. То есть хайлайтеры-тинт. И да, я пока не знаю, что сказать, потому что я, наверное, ожидала чуть больше покрытия. Наверное, так. Я чувствую определенно, что он начинает впитываться в мою кожу, и нет такого, что дотрагиваюсь, и у меня там целая куча этого тинта на пальцах. То есть ощущается, что это впитывается, как, допустим, крем какой-то. Рядно это все, что я пока хочу сказать об этом тинте, но мне очень сейчас нравится, как я вот смотрю на себя вот под этим углом, мне нравится, как моя кожа сияет, очень такой здоровый блеск. Это круто. И мы посмотрим в конце дня, будет ли у меня на лице блин или все-таки нет. Сейчас я нанесу консилер в необходимые зоны, где он должен быть, чтобы выглядеть более презентабельно, и вернусь к вам через секунду, чтобы попробовать наш бронзер. Я поработала с зоной под глазами, я использовала консилер от Cosas в оттенке 1.5C, и я закрепила все это пудрой от Huda Beauty в оттенке Pound Cake. Невероятно популярный оттенок, оказывается. Очень многие пользуются именно этим оттенком, и мне кажется, это потому, что он очень универсальный, очень приятный аромат, и очень классно все закрепляет. Это, кстати, у меня супер маленький размер, это пробник. Я думаю, что я хочу купить полный размер. Пришло время поиграться с нашим бронзером. Кстати, не сказала вам, что вообще такое Glowish. Почему написано Glowish by Huda Beauty? Вообще, есть много разных теорий. Многие говорят, что это потому, что это новый бренд, который является дочерней компанией Huda Beauty. Также теория есть о том, что это просто, ну как бы серия Glowish, поэтому она называется Glowish by Huda Beauty. Но почему именно by Huda Beauty? Почему не просто Glowish? Поэтому мы узнаем, я думаю, скоро, очень-очень скоро. Итак, я использую свою кисть от Luxy, специальная кисть для нанесения бронзера. Если честно, у меня ощущение, что я просто несла какую-то блюрящую пудру на свои щеки и как бы все. То есть, нет ощущения, что это бронзером. Вообще, это да, это бронзирующая пудра, но возможно из-за того, что это супер светлый оттенок, который называется у нас Light, самый светлый оттенок. Возможно, поэтому он так плохо проявляется. Я почему-то думала, что он будет чуть более пигментированным. Потому что второй оттенок, который более темный, чем оттенок Light, он показался мне с какой-то такой рыжиной непонятной. И я подумала, что, наверное, оттенок Light, он не будет таким прям рыжим. Моя кожа, она заблюлена как никогда. Пудра плюс бронзирующая пудра, это дает такой эффект очень ровной кожи. И мне это нравится, в принципе. И действительно, супер-супер мягкая, легкая текстура. И последний слой, чтобы немножко убедиться, что он может быть достроен до более темного цвета. Очень такой естественный оттенок. На мне он смотрится супер естественно, как будто бы у меня и ничего нет на щеках. Что вы думаете, ребят, насчет того, как он выглядит? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать. Может, это такой тренд сейчас? Может, это так должно быть, типа, как невидимый бронза? С меня достаточно, я уже устала наносить его, потому что все равно будет все одно и то же. В общем, я не знаю, ребят, видите ли вы, что мое лицо выглядит как-то лучше? Что оно более такое фигурное? Мне кажется, что немножко, да, немножко это видно. Но не так прям сильно. Хотя, наверное, да, это идеально на лето, такой, знаете, естественный лук. Поэтому я пока немножко не уверена насчет того, правильный ли оттенок я выбрала. Этого ли финиша я ожидала перед покупкой. Поэтому мы посмотрим, протестируем его весь день. Но пока что мне кажется, что я немножко не тот оттенок взяла для моей кожи. Что, ребят, сейчас я полностью закончу свой макияж. И приду к вам, чтобы сказать мои первые впечатления перед тем, как мы будем целый день смотреть на то, как этот тен будет себя вести в течение всего дня. Что, ребят, я закончила свой макияж. Я хочу вам сказать, что я использовала для того, чтобы сделать такой естественный и нейтральный образ. Первое, я использовала палетку Buxom. Это была их лимитированная палетка, насколько я помню. И я использовала самый нюдовый розовый оттенок. Мне показалось, он очень интересно смотрелся. И называется он у нас New York. Также я использовала тушь от Estee Lauder. Я использовала праймер от Makeup by Mario. И я использовала его хайлайтер в качестве теней. Потому что, да, в качестве хайлайтера этот продукт слишком too much. Потому что в нем очень-очень крупные блестки. Кстати, для стрелки я использовала такой маленький карандаш. Вот и в Roche попадался он нам в адвент календаре в прошлом году. Сейчас пока я не могу сказать, что я прям такая вау. Понимаете? То есть этого нет. Но мне кажется, на камеру это смотрится очень даже неплохо. Конечно, с слоем пудры, с румянами это смотрится нормально. Но мне хочется верить, что мне все-таки продукт этот чуть получше понравится к концу этого дня. Поэтому, да, это то, с чем мы имеем дело. Я вам сейчас покажу, как это все смотрится вблизи. Это смотрится неплохо. Мне, кстати, все больше нравится, как смотрится наш бронзер на щеках. Смотрится очень даже, как мне кажется, естественно. И сияюще. Мне нравится этот финиш. В общем, встретимся с вами в конце дня. Перед этим я, скорее всего, сделаю какое-нибудь включение. И расскажу вам, как наши дела идут с тинтом. Что, ребят, наш первый чек-ин. Мне кажется, кожа выглядит просто шикарно. Пока все смотрится классно. И прошло полтора часа всего лишь с момента нанесения. Бронзер, конечно, просто смотрится супер естественно. Я сейчас понимаю, наверное, больше, в чем прикол этого бронзера. Ну, не знаю, прям он смотрится очень дорого. Он дорого смотрится. И да, мне очень нравится, как это смотрится. Поэтому в следующий раз мы увидимся с вами уже в моей бьюти-комнате. Я же расскажу вам мои окончательные выводы. Ну что, ребят, я снова в моей бьюти-студии. Сейчас на часах у нас 9 часов вечера. То есть я проносила этот тинт от Huda Beauty около 4 часов, даже чуть больше. И мне что сказать. И первое, это то, что когда ты пробуешь какую-то новую тональную основу или тинт, это всегда смотрится классно издалека, до того момента, пока ты не возьмешь зеркало, что я и сделала. Тут я и поняла, что зоны, которые я припудрила, а именно зона лба, подбородок и вот здесь, они не так смотрятся хорошо, как они смотрелись в начале дня. Я начинала делать видео в 2 часа. И вот здесь чуть-чуть видно блеск. Я не знаю, виден ли он вам, но мне он виден. И также видно, что, вы знаете, на самом деле, я могу сказать точно, что здесь блеска особого нет, но вот здесь и вот здесь он есть. Я не использовала никакой хайлайтер, потому что этот тинт, он очень-очень сияющий, но тем не менее, я вижу этот просачивающийся жир на своей коже. И еще самое главное, этот тинт у меня залип немножко вот в этой зоне. Может не так быть очевидно, но если посмотрю в зеркало, своей маленькой, то это будет видно. Кроме моего бронзера, у меня нет такого какого-то активного блеска на всем лице, только именно в этой зоне, где нанесла этот бронзер. Здесь же это все именно идет от этого тинта, который дал нам такое нормальное сияние. Будто бы я провела 2 часа на палящем солнце. Вот такие у меня впечатления от вот этих вот жиринок с этого тинта на моей коже. И учитывая тот фактор, что я фактически даже не выходила на улицу, то есть я спустилась вниз и пошла обратно в наш апартамент, я не знаю, насколько классный этот тинт для комбинированной кожи. У меня она комбинированная, и такие тинты, как правило, в которых очень много сияж, у которых блестящий какой-то сияющий финиш, они, как правило, показывают свою изнаночную сторону к концу дня. Это как раз-таки тот случай. То есть не могу сказать, что все смотрится ужасно, просто вот эта зона лба, она у меня смотрится гораздо более сияющей, чем обычно. Она смотрелась бы, если бы я использовала просто обычный тон. И напоминает мне этот тон, если честно, знаете, какой тон? Тон от Cosas. Он примерно в такой же текстуре, но он гораздо более жидкий, но он примерно такой же прозрачный, как и Huda Beauty. Но в плане сияния они примерно одинаковые, как мне кажется. Я хочу сказать, что кожа смотрится при свете классно, шикарно, вау. Но после таких небольших раздумий я все-таки поняла, кому этот тон подойдет лучше всего. Во-первых, это тем девушкам и парням, которые, например, хотят выглядеть очень естественно в плане макияжа. То есть этот тон вам даст совершенно небольшой-небольшой намек на какое-то покрытие. В принципе, это как раз таки то, что и обещает нам Huda. Это супер натуральное покрытие, как будто бы ваша вторая кожа, и он не должен, ну то есть это не написано в описании к этому продукту, что он будет скрывать какие-то недостатки. Таким образом, я хочу сказать, что я считаю, что продукт этот будет идеален для тех, у кого супер классная, идеально выглядящая кожа. Вот если вам нечего скрывать, то, наверное, вам понравится этот тинт. Мне кажется, что даже тот самый тинт от Fenty Beauty из Drop On имеет в себе гораздо больше потенциала скрывать какие-то мелкие недостатки. Поэтому, да, мне кажется, если я буду использовать какой-нибудь очень плотный консилер типа Shape Tape, то это все скроется. Если вы спросите меня, почему, Юля, ты так много говоришь о скрытии недостатков, потому что для меня, если я даже и наношу тинт, я хочу, чтобы что-то было минимально скрыто. Но это не значит, что продукт мне не понравился. Напротив, я считаю, что таким большим количеством классных ингредиентов, это потрясающий продукт. И я считаю, что цена, она более чем оправдана так же, потому что это все-таки технология, это классный ингредиент. Кстати, один из ингредиентов в этом тинте и также в бронзере от Huda Beauty, это очень полезный экстракт одного из продуктов из серии ухода за кожей от Huda Beauty, который называется Wishful. Я не могу сказать, что я расстроена, купив этот тинт, просто мне кажется, он предназначен немножко для других событий. И я уверена, что я чем больше буду пробовать его, тем больше он мне, возможно, понравится. В общем, я вас буду апдейтить насчет того, меняются ли мои вкусы или нет. Но если вы спросите меня, покупать ли вам его, бежать в Sephora или нет, или заказывать с сайта Huda, на котором он также представлен, помимо Sephora, я скажу, что если вы обожаете такие легкие текстуры, и вам все равно видны ли какие-то мелкие недостатки, вроде маленьких прыщей, как у меня, покупайте. Все-таки лето впереди, и, наверное, всем хочется какого-нибудь легкого покрытия, которое даже и не чувствуется на коже, и незаметно. Поэтому, да, я считаю, что каждое свое мнение насчет этого может быть. Я буду очень рада почитать ваши комментарии насчет этого продукта внизу. И также насчет бронзера. Бронзер мне понравился. Сейчас я до сих пор вижу этот блеск, который исходит от этого бронзера. Он очень такой, я не знаю, здоровый, очень красивый, дорого выглядящий блеск. И еще мне нравится тот факт, что я могу, если я захочу на самом деле, сделать этот бронзер чуть темнее. Здесь есть гораздо более темная часть в этом бронзере, есть гораздо более светлая, которая может использоваться как хайлайтер. И я думаю, что если чуть больше поиграться с этими продуктами, особенно с бронзером, то его можно понять гораздо лучше, чем при первом впечатлении. И сейчас мне кажется, что бронзер, он мне понравился, наверное, чуть больше, чем сам тинт. И из-за дизайна, и из-за того, что там большое количество разных интересных и классных компонентов для кожи. И, к тому же, не знаю, мне кажется, это то, что я буду использовать летом, потому что с ним очень легко работать, и у него не такой сильный пигмент. Однако, если бы я вернулась назад, когда я была сегодня в Сифоре, я бы, наверное, купила бронзер чуть-чуть потемнее, просто потому что, мне кажется, этот смотрится, ну, прям слишком... Слишком, естественно, как будто бы у меня его и нет. Поэтому, да, я не разочарована покупкой определенно. Я думаю, что он будет для меня лучшим среди бронзеров, которые в моей коллекции на зиму, на зиму, на зиму, когда моя кожа будет мне такой загорелой. Вот. И насчет кисточки, на самом деле, кисточка, она неплохая. Чувствуется такой прям увесистой, то есть не совсем она прям тяжелой, но в ней чувствуется вес, мне нравится это. Чувствуется, что я отдала за нее 30 с лишним долларов. Мне кажется, так. Такой вот у нас сегодня был обзор новой коллекции от Huda Beauty. Я надеюсь, что вам это было интересно посмотреть. Безумно интересно узнать, какие у вас мысли, поводы этой коллекции. Заинтриговало ли вас что-то? Или же для вас вся эта коллекция пас? Пишите внизу обязательно. Мне будет очень интересно почитать, что вы думаете обо всем этом. И на этом я буду прощаться с вами. Спасибо большое за просмотр моего видео. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, удачного начала этой недели. Ваша Юля. Не прощаюсь. Всем пока.